Девушки отдыхают Неблагодаря, а вопреки Современный дизайнер Это маленький художник Возрождения Мне кажется, наступает ретро-шаг Уголовная А что такое русская школа плаката? Понимаешь, вот этот вопрос такой открытый Вообще-то ее у нас нет в этой школе Русская школа дизайна, она есть Потому как есть имена, значит есть школа Настоящий плакат, он все равно будет жить У нас очень тяжело Беспредметным, абстрактным решением А дизайнер не столько спеть, насколько быстро Плакат – это такая высшая точка мастерства дизайнер Ужасную вещь скажу, да Все-таки хороший дизайн – это некая манипуляция социума И просто пройти мило улыбнувшись мимо этого уже нельзя Ты обязан на это каким-то образом прореагировать Дизайн – это одна из таких мощнейших антропопрактик Ты всегда знаешь что, там как, это уже не важно Искусство графического дизайна, если оно существует То это, наверное, тем, чем мы занимаемся Золотая пчела, каждая проходит как чудо И родилась она тоже Тоже как чудо Из-за какой-то организационной неразберихи При подготовке рекламы 92 Я про нее тогда ничего не знал Но я видел в рекламном агентстве Когда я туда приехал работать, я видел каталог первой биеннале Маленький, на плохой бумаге напечатанный, но каталог с картинками Вот это очень сильно повлияло Да, что слышно Потом такой художник Деодоров Винни-Пух И у него там эти пчелы, которые летят на Винни-Пуха Там огромные глаза, и вот они так жужжат Первая пчела, как-то все так собрались Сами повесили работы, как обычно В шлют и сказал, мы должны пойти подать плакат Не спрашивал моего мнения А Сергей Иванович был вообще просто нашей звездой Человеком, который взял на себя эту сумасшедшую задачу Все это собрать, привести И в то время, когда это вообще никто не знал, не видел этих процессов даже Невероятный эффект первой биеннале произвела Это повторив такой был Главное художественное событие недели Открытие в Москве международного биеннале графического дизайна «Золотая пчела» Это было просто потрясивно И сразу как бы открылись такие двери, возможности К нам приехали люди, от которых мы думали и видели и знали их работы Но никогда не думали, что мы их пожмем им руку, видим воочию, там, например, потрогаем их Гран-при завоевал Андрей Воглин Я туда отдал один из первых своих печатных плакатов Раскованная рисовательная техника произвела впечатление Была первая и единственная пчела, на которой был денежный приз Это было три моих месячных заработка Даже по тем временам Я как раз женился, мне это результат было кстати Я прикладывал, слово одного отзывается взрывом в голове другого Плакат такой остросоциальный Для того, чтобы ответить там во многом на вопрос, что такое плакат Надо посмотреть, когда он появился Он появился ровно в тот момент, когда слово стало окончательно моделью уже Смотрите, пчели японского гиганера Каичи Сата Изменившееся отношение к миру не как бы прорывает вот эту плоскость плаката А наоборот как бы втягивает его в свое пространство Моему сыну младшему, 28 лет Он на всех пчелах был Вот как ты думаешь, на него это произвело впечатление В его каком-то формировании Его как будущего молодого дизайнера, понимаешь? Я думаю, что да Загмастер получил гран-при Истек дедуайн дизайнерского конкурса Но дается еще дополнительное время для участников И точно так же, как курица с отрубленной головой еще какое-то время может бегать Также и дизайнер может еще успеть принять участие в конкурсе Направленный взрыв события дало такой вот эффект Плакат Александра Гельмана 2000-й год Рубеж 90-х Чумовых 90-х Вот с этим валом Посто-модернистской свободы Как будто бы правила никаких нет Как будто бы мы никогда ничего не знали И ничего так не связано Со свободным искусством, мне кажется, как плакат Пчела была закрыта И потом, через два года, там дизайнеры решили ее возродить Были там разные идеи Несколько И потом, в конце концов, я подумал, что нужно сделать так, чтобы был эффект возврата пчелы Она вернулась Но я просто взял, посчитал там до этого, сколько было выставок Это было шестое Взял шесть пчелу Ну, свел в один знак И тот знак, который делала Ирина Киреева Я, значит, умножил на шесть Их стало шесть Получился рой Гран-при за серию плакатов Дэвид Тартаковера Посвященное террористическим актам Единственные профессии, которые могут Могут менять в мир Я придумал вот эту историю, что пчела пробивается сквозь какие-то цветы Хотелось какой-то более живой историей Но вообще-то, конечно, большая честь делать Я, конечно, был удивлен Мне это очень приятно Французские театральные плакаты Фотография соединена со сложной типографикой Кромсающей эту фотографию По большому счету дизайнеры – это те, кто делает этот мир лучше Они, как говорили в XVIII веке, смягчают нравы Первая награда молодого швейцарского дизайнера Рема Каменада Одновременно и Гельмана, и Минимализм, и Каечесата Вот этот цветной свет То есть нельзя застывать в каком-то времени и вот только его пестовать Есть одна вещь, которая является точно русской Это уличная типографика Тут, когда появилась «Золотая пчела», я понял, что нет лучшего приложения к народной типографике Как к интеллектуальному биеннале графического дизайна Поэтому я делал кривые орнаменты, вставлял туда тексты Ну, собственно, дальше все было просто Плохими буквами, в плохом месте, неправильно стоящими Голландский дизайнер Хармен Лимборг Все его искусство состояло в этом подборе элементов, заимствованных у массовой культуры Плакат, собственно, живет на улице Если он на улице не живет, если он реально никого ни к чему не призывает на улице То тогда это мистификация Когда вот Серов предложил сделать пчелу еще раз Я подумал, что я здесь могу, ну, скажем, максимально поэкспериментировать Вот и получилось, что я решил попробовать свести вот эти свои размышления По поводу такого, если так можно сказать, антидизайна, такого трэша абсолютного, да И запустить его в стиль истеку пчела По моему мнению пчела этого года, это явление просто космического масштаба Золотая пчела была тем и остается, что делает профессию небессмысленной То есть мне, что называется, не стыдно за профессию, когда я прихожу на биеннале и смотрю на то, что делается в мире Шаг за шагом она стала таким настоящим биеннале, как бы со своей публикой, там, с серьезным каталогом Очень именитым жюри, что, как бы, там, чуть ли не самое важное для любого биеннале На юбилейной биеннале хочется всех благодарить И хочется невозможного поименно перечислить всех, кто был причастен к организации биеннале В протяжении этих 20 лет, это сотни имен, десятки институций Когда нужен проводник, он всегда в жизни появляется В этом смысле для меня сейчас такой проводник, это Серов Я считаю, что Сергей Иванович гениальный, как бы, креатив В плане вот того, как он это все придумал и раздел Я помню, что Сергей Иванович после каждой пчели говорил, что все, я устал, что это последний раз И, ну, правда, он ценит это на себе Он, как продюсер старой формации Вот как-то есть люди такие, как Серов, которые понимают, что любой ценой, вот уже вот ни хрена нет, надо делать И каждый раз Серов говорит, все, последняя пчела, я с этим завязан И это все говорит, я больше не могу Спасибо за просмотр! Всегда же все возвращается Все по спирали, другое дело, когда и в каком виде Чего вы так смотрите, как будто бы там что-то происходит, такое интересное А мне интересно, что там происходит, чего я не вижу Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!